Сначала ты видишь Бразилию вот так, грабежи, крэк, фавелы. И многие почему-то на этом устанавливаются. Но я все же увидел ее другую и хотел бы ее показать. Бразилия всегда ассоциировалась у меня с чем-то ярким и насыщенным. Гуляя просто по улицам, ты понимаешь, что так оно и есть. Но я не думал, что зеленый дает такую яркость. Ну и граффити. Граффити у многих ассоциируется с наркотиками, поэтому хотел бы сказать, что наркотики в Бразилии нелегальны. Но травку курят здесь на каждом углу. Потому что здесь война с торговлей, а не с потребителем. И косяк на улице – это нормально. А знаменитого Креколэнда в Сан-Паулу больше нет. Сан-Паулу – самый большой город, самый крупный финансовый центр, самый безопасный город в Бразилии, несмотря на бездомных. Их здесь примерно 30 тысяч. Самый… ну, в общем, самый-самый. В Сан-Паулу – самая большая диаспора итальянцев, японцев и ливанцев. Смесь классов, религий и рас. Но, несмотря на это, здесь все в своей тарелке. Самая главная улица названа в честь местных жителей – улица Паулиста. На ней вся жизнь в городе. Хотел бы подытожить Сан-Паулу. Когда в метро в рояле – это совсем неплохо. Это очень даже хорошо. Музеи, активисты и художники, архитектура, приезжие – это все создает почву для свободы. Музеи, активисты и художники, архитектура, приезжие – это все создает почву для свободы. Музеи, активисты и архитектура. Музея, активисты и архитектуры. Субтитры создавал DimaTorzok